Еще несколько лет тому эта дорога выглядела совсем иначе. Сегодняшний М5, который излучает два буйнейших городов нашего региона, Гомелий Жлобин отвечает всем сучастным стандартам. Наинувшее асфальтовое покрытие, надеянные огороджи и умоцованные обочины. Все это позволило увеличить худкостный режим и при этом захавать уровень безопасности. Реконструкция была произведена на основании инвестиционного проекта с китайским Эксимбанком. В этом году инвестиционные вложения составляли 400 миллионов долларов. Фактическая стоимость на конец строительства составила 350 миллионов долларов. Транспортная артерия поширилась с двух до четырех полос. Побудована и отремонтована 11 мостов и 5 путепроводов. Реконструкцию завершили в конце минулого года. И до этого часа автомобилисты коррестались дорогой бесплатно. Однако с первого листопада за каждый километр придется платить. Отриманные сроки пойдут на обслугование дорог, поднимание их якости и покрытие расходов по реконструкции. Использование системы Билтол обязательно для водителей легковых автомобилей общей массы менее 3,5 тонн для транспорта не из Таможенного союза. Водители таких легковых транспортных средств из Беларуси, России, Казахстана в настоящее время не платят за проезд по платным дорогам. С 1 ноября текущего года к ним добавятся также водители легковых транспортных средств из Армении и Кыргызстана. Эти две страны присоединились к странам Таможенного союза. Остатнему темлеку водителям микроавтобусов, автобусов и грузового транспорту, навыц с белорусским грамадянством придется оплашивать проезд. Чем больше босил у автомобиля, тем выше и кошт. На М5 уже установлены 5 равных порталов для оплаты. Спробуешь проехать зайцем, будут коштовать 100 евро за каждое порушение. До речи, в ближайшие годы спецплатных дорог у Гомельской области пополнится еще двума. Уже распроцованы планы реконструкции магистралей М8 и М10.